Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы поговорим подробно о мифических усиленных подземельях формата Mythic+. Поговорим о модификаторах как 4 уровня, 7, так и 10. И я скажу некоторую свою личную неприязнь к каким-либо из этих модификаторов, по-другому их также называют аффиксы. И подскажу как сделать маленько лучше, проще и сделать это все дело намного интереснее со стороны танка. Все-таки не первый день, не один инст я сгонял в формате Mythic+, а реально в принципе до кучи. Путем похода в Mythic+, я напал себе 872-й квип, при том что с рейда у меня только 1, 2, 3 и как бы все. Три шмотки. Забавно, все остальное получено с Mythic+. Весьма классно. Начнем же. Эпохальные вообще плюс подземелья, они имеют ограниченное время на прохождение. То есть, допустим, на чертоге доблести дается 35 минут, на утробу душ 24. Там обитают у нас усиленные противники. Допустим, в формате Mythic+, они апнуты на 8% и по хп, и по своему дамагу. Ну и, скажем так, они имеют некоторые дополнительные способности, как это и происходит в самых обычных Mythic инстах. Эпохальные ключи имеют лишь две характеристики. Это его уровень и его набор модификаторов. То есть, что мы можем глянуть по этому ключу? Во-первых, он израсходован. Израсходован из-за того, что спатье, в котором я ходил, не успело пройти ОКС шары за отведенное время. Чтобы мне восстановить этот ключик, мне нужно засунуть ОКС шары, этот ключик повторно, пройти его на время, и я получу уже ключик 9-го левела, то есть эпохальный уровень 9, в какой-либо другой инст. Но пройдя по израсходованному ключу подземелья, вы не получите добычу. Вот так вот. Данные модификаторы, сегодняшние, скажем так, недели со среды до среды, это усиливающий и переполняющий. Ну что ж, начнем потихоньку разговор про модификаторы 4-го уровня. Всего их 4. Это разъяренный. Это когда у обычных противников остается менее 30% ХП, они наносят на 100% больше урона. То есть, некоторое такое иступление. Далее, усиливающий, собственно, который на этой неделе мы можем увидеть. Погибающие обычные противники увеличивают урон и здоровье других противников поблизости на 20%. Эффект суммируется. Такой аффикс, как кровавый, еще ни разу мы его не видели. Погибающие противники оставляют под собой лужи крови, наносящие урон врагам. То есть, получается, нам, мы для мобов считаемся врагами. И исцеляющих союзников. То есть, то, что отхил мобов идет. Урон по нам идет в размере 15% от максимального ХП в секунду. Отхил по мобам идет 5% в секунду. Это много, если у мобов многовато ХП. Ну и кишащий. Некоторые противники имеют рядом с собой теневые копии самих же себя с такими же способностями. Вот так вот. Скажем так, стоимость этих мобов. Ну то есть, когда вы проходите инст, вам нужно догнать войска противника до параметра 100%. И за каждого моба дают определенное число процентов. Допустим, за какого-то мини-босса, как в Утробе Душ, самый последний моб, там около 7-8% или 6% вообще. Не помню точно. За обычных мобов там 2-3%. За какого-нибудь Скорпиона в логовине Лотариона 5%. За маленького моба, какого-нибудь там, не знаю, какого-нибудь там червячка маленького, там 1%. Что-то типа такого. То есть, стоимость за этих мобов, скажем так, снижена. Теперь же сразу разберем эти модификаторы 4-го уровня. Конкретно мои советы, что с этим делать. Если же у вас неделя разъяренных мобов, то просто доводите их до определенного количества ХП. И в момент, когда у них 30% ХП, даете им стан и спокойно все это дело разуешиваете. Не слишком сложный аффикс, но требует внимания как со стороны танка, так и со стороны дамагеров. Усиливающий, скажем так, самый негативный аффикс, который только можно было придумать. Вы много не нагрите, потому что вас убьет. Мало тоже не нагрите, потому что не успеете пройти инст иначе. Скажем так, палка на двух концах. Решайте сами, как делать, но мой вам совет. Заливайте всех мобов одновременно. То есть, если у одного моба в текущий момент 5 миллионов из 15, а у другого 15 из 15, то надо лить цель с большим количеством ХП. Не иначе. Такой аффикс, как кровавый, еще не был замечен мною ни разу, но придется, мне кажется, поводить трэш просто, да и все. Ну и также желательно убивать их одновременно. Вот так вот. Ну а появляются они через 2-3 секунды между смертью противника и активацией эффекта лужи. То есть, прям сразу, чтобы выводить, такого не придется. То есть, все-таки, немножко легче это сделано, как можно было бы подумать изначально. Идем дальше. Кишащий. Про кишащий уже маленько было рассказано. То, что это создаются мобы. Мобы такие же. Некоторые мобы могут давать станы, некоторые могут кидать немоту. Некоторые просто чаржатся. Просто ауешьте. Аффикс не самый сложный, так что с ним можно спокойно пройти какое-либо подземелье. Далее. Модификаторы 7 уровня, они уже пострашнее, скажем так, немножко. Их всего 4. Это некротический, прямый, переполняющий и вулканический. Некротический вешает на танка очень страшный дебаф. Что босс, что моб. При своих атаках вешает эффект, который снижает наносящий урон и снижает получаемое исцеление на 3% в течении 10 секунд. Данный эффект суммируется и не рассеивается. Агрите поднемножку. Давайте станы под конец убийства этих мобов. Чтобы вы смогли быстрее напулить какой-либо из паков. То есть, чтобы не терять время. Ну и просто кайтите этих мобов. Почему бы и нет. Самый обычный кайт, когда мобы замедлены, мобы застанены, поможет вам снять эти стаки. Если же босс очень быстрый, скажем так, и вы не можете его раскаетить. Боссы, кстати, тоже вешают, что было сказано чуть ранее, если вы внимательно слушали. А если вы не можете нормально сами снять стаки, просите, чтобы, не знаю, там, кот прыгнул в форму медведя и переагрил у вас на какое-то хотя бы время. То есть, не на все 10 секунд, а секунд хотя бы, ну так, на 5. А сами остальные 5 секунд вы просто кайтите, как вариант. Следующий аффикс упрямый, это, скажем так, периодическое снижение агро активного танка. То есть, вы нагрели трэш, вы стоите с ним, бац, трэш пошел на мели. Трэш пошел на хила, трэш пошел на рдд. Забавно, не правда ли? Дадите стан, дадите замедление, и мобы не дойдут, как вариант. Ну и держите агро более усиленнее. Почему бы и нет. Далее, переполняющий аффикс текущей недели, когда избыточное исцеление превращается в эффект, поглощающий исцеление. Живой пример. У меня 100% хп на данный момент. Меня хилит хил, хильнул на 100 тысяч. Следующие 100 тысяч исцеления будут поглощены, то есть, они уйдут в дебаф. Но в тот момент, когда у меня уже станет хотя бы 99%, он сможет отхилить этот дебаф в размере 100 тысяч, и он с меня спокойно снимется. Неважно, от чего был получен этот дамаг, неважно, нахожусь ли я в бою, дебаф работает и в одну сторону, и в другую сторону. Я надеюсь, вы поняли. Самый последний аффикс вулканический, который мы не видели еще ни разу, скорее всего, он будет на следующей неделе. Ну, мне так кажется. То есть, это у нас получается с 12 по 19, хотя посмотрим еще. Все будет видно. Под участниками группы, находящимся на расстоянии примерно более 10 метров, периодически возникают огненные лужи, которые через 3 секунды наносят много урона в радиусе 3 метра. То есть, ну, это что-то типа кровавого, но более такого усиленного. Просто проявляйте свою внимательность, выходите из void zone, и возможно, даже вам придется стоять более-менее кучно, чтобы вайды были в одной точке, как вариант. Я не знаю радиус этих void zone, поэтому очень сложно что-то вообще сказать по поводу данного модификатора. Ну, а далее модификаторы 10 уровня. Это тиранический и укрепленный. Тиранический бафает боссов на 40% хп и 20% дамага. Укрепленный бафает трэш на 20% хп и 40% дамага. То есть, что мы получаем из всех этих модификаторов? То, что 2-й и 3-й левел ключей это без модификаторов, 4-й, 5-й, 6-й с одним модификатором, 7-й, 8-й, 9-й с двумя, 10-й, 11-й, 12-й и далее с 3-мя модификаторами. Вот так вот. Мобы на 2-м уровне ключа имеют 8% хп увеличенного и 8% дамага. На 9-м это уже по 85%. То есть, итем левел должен ваш, конечно, отличаться, если вы собираетесь идти во 2-й или в 9-й. Вот так вот. Ну и такой небольшой рейтинг усилений по убыванию сложности. Самый сложный из модификаторов 4-го уровня, как маленько было сказано ранее, это усиливающий. Далее, разъяренный, кишащий и кровавый. Кровавый я пока что ставлю в самое последнее место, в причине того, что, ну, во-первых, я его не видел, а во-вторых, вывести из войд-зон моба, это, в принципе, легко, если ему не дадут стан в этот момент спауна кровавой лужи. Далее, модификаторы 7-го типа, игротический, вулканический, упрямый и переполняющий. Честно говорю, переполняющий, очень легкий аффикс, если вы, играя хилом, не сильно нахиливаете свою группу. Вы, в принципе, его вообще не будете чувствовать. Держите всю свою группу на процентах 80, да и все, все легко, абсолютно. Модификаторы 10-го уровня, укрепленный и тиранический. Все-таки, если были бы боссы усилены, скажем так, то это было бы намного сложнее. А трэш усиленный, его можно и застанить, его можно и покайтить, как говорится, почему бы и нет. Что самое главное по поводу лута, по поводу прочего, было сказано в другом видео. Тут я уже не буду акцентировать на этом свое внимание. Тут я чисто, скажем так, рассказал про модификаторы. Разумеется, ссылочка на видосик по Мификанс там, ну, другого формата маленько видосик будет скинут в описании. Зайдите, посмотрите. Если же вам что-то осталось непонятно, если вы что-то не поняли, то напишите в комментариях. Я постараюсь ответить правильно, грамотно и, собственно, объективно на ваш вопрос. Желаю вам удачи в прохождении Мифик плюс подземелий, чтобы вы получали легендарочки, чтобы итем-левел у вас был больше моего, ну и артефакт пауэра, чтобы у вас было до кучи. Всем спасибо, до встречи.